Итак, что же такое технология SkyWay? Помните, что необходимо знать в первую очередь, мы с вами разобрали. Что такое технология SkyWay? Технология SkyWay – это струнные системы, транспортные системы второго уровня, струнные рельсы, которые основаны на струнных рельсах, городские, грузовые, скоростные, городские системы и в последнее время разработка даже индивидуальных прогулочных небольших транспортных средств унибайков. То есть это новые технологии, транспортные технологии второго уровня, струнные технологии низкого, городские, скоростные, индивидуальные, грузовые и сегодня даже юнибайки для того, чтобы пересекать определенные расстояния. Но вот здесь самый главный момент, что нужно понимать, какие базовые преимущества, 12 базовых преимуществ TransNet, то бишь SkyWay – это первая – социальная система. То есть система, она социальна. Второе – экономичность системы. Третье – экологичность, безопасность. Третье – транспортная безопасность. Пятое – комфортность перевозок. Шестое – минимальный землеотвод. Минимальный землеотвод, потому что на железные дороги уходит огромное количество земель, которые не восстанавливаются. Седьмое – низкая себестоимость строительства. Низкая себестоимость перевозок. Это очень важно, потому что если построят китайцы дорогу, либо японцы дороги, мы будем ездить, и дорога будет на уровне… Вот сегодня железная дорога перевозит нас, скажем, мы когда перемещаемся. Это стоимость на уровне за самолет, то есть цена за самолет, хотя должно быть гораздо-гораздо дешевле. Далее – долговечность системы. Анатолий Дорочиницкий говорит, гарантия наших трансструнных рельсов, гарантия – 100 лет. Представляете? А в железной дороге они ремонтируют, там зима прошла, они ремонтируют. Каждый год, каждые полтора года ремонт и производят дороги. Десятое – устойчивость к вандализму и терроризму. Вот что очень важно. К вандализму и терроризму. Вы посмотрите тот фильм, где про Японию говорится, что часто бывают землетрясения, и, скажем так, землетрясения влияют на то, что очень серьезно. Один из системы, и вы видели сегодня в фильме «Антолий Дорочиницкий», сколько может быть сэкономлено топливо в мире, если будут пользоваться люди сегодня не автомобилями, а индивидуальными юниусами. Двенадцатая – инновационная система. И, естественно, дополнительные преимущества. То есть высокая скорость передвижения до 500 км в час, всепогодность, эксплуатация. Если любое транспортное средство – Япония, Америка, Китай, разницы нет, выпадает снег, железная дорога стоит, пока не почистят путь. Сначала должны почистить путь, потом только поедут люди, дорогие друзья. Представляете, да? А нам это все равно, потому что мы выходим на высоте 10-15 метров. Говорят некоторые, а если снега насыпет там 2 метра, ну как вот на вот таком вот рельсе 2 метра снега насыпет, дорогие друзья? Такого быть не может. Да, может капать снег и может быть дождь, но будет, как называется, противосходная система сделана, где все это будет уходить. Вселандшафтность трассировки. Мы можем в горах ездить, мы можем ездить через реки, через болото, в виде вседоступности и круглогодичности строительства. Вот если говорить железную дорогу, зимой строить нельзя, ее можно только летом строить. Далее, широкий температурный диапазон эксплуатации. Возможность освещения прибрежных водных пространств. Седьмое, возможность освоения новых территорий с собственным добычем полезных ископаемых. Вы знаете, сколько полезных ископаемых во всем мире, даже в Австралии. Вот здесь мы находимся в Иркутске. Здесь есть недалеко от Иркутска, ну залежи золота, само собой, но еще есть залежи платины. Здесь есть гора, где огромное количество платины. Там, говорят, самое крупное месторождение в мире. Туда добраться ничем вообще. Туда только вот вертолеты летают летом, и держабли еще туда летали. Все. Мы единственные, кто можем туда добраться. Представляете, если мы войдем в долю и выкупим полгоры с прибыли потом, да, и вот все акционеры. А платина – это очень ценный металл, который всегда был востребован в 20 веке и будет востребован в 3 тысячелетии. Восьмое, возможность высокого уровня автоматизации. У нас интеллектуальные, разумные юнибусы. Возможность использования индивидуальных средств передвижения. И десятое, возможность повышения эффективности экономики уровня качества жизни населения. Вот это главные такие особенности, дорогие друзья. Итак, идем дальше. Виды инвестирования и какая доходность по каждому инвестиционному направлению. Вот это, дорогие друзья, я хотел бы, чтобы вы очень внимательно записали. Вот сейчас я давал эту поверхность, а сейчас я дам более... Дима, именщику сделаешь? Да. Итак, самое популярное, когда у человека есть деньги, куда он несет эти деньги? Деньги в банк. И вот есть такое понятие риски, есть такое понятие надежность, есть такое понятие ликвидность, есть такое понятие доходность, есть такое понятие перспективность направления или инструмента, куда мы вкладываем, есть такое понятие защищенность. То есть, насколько защищенность инвестра в данном направлении. Вот то, что вы сейчас видите, это не инструменты. В большей степени это объекты инвестирования, это сегменты инвестиционного рынка, если вот правильным инвестиционным языком выражаться, это сегменты инвестиционного рынка. То есть банков, сектора, можно так сказать, сектора инвестиционного рынка и сектор, сектор страхования, сектор Форекса, то есть биржи Форекс, что такое биржа Форекс, многие говорят это пирамида и так далее. На самом деле настоящий Форекс, дорогие друзья, это, так сказать, международный обменный валютный пул, даже не биржа, а пул такой, электронный пул, скажем так. И когда вот сегодня там хают они биткоины, что биткоины типа это пирамида, ну, если взять тогда и американский доллар, самая настоящая узаконенная пирамида, и пул Форекса, это тоже, можно так сказать, что пирамида. На самом деле это пул, где происходят торги. И любая биржа сегодня, она уже электронная, то есть там уже не торгуют в реальности, там все, электронные торги происходят. Далее фондовые рынки, где торгуются ценные бумаги, фьючерсы, опционы, бонды, то есть это облигации государственных займов или корпоративные облигации. Недвижимость, сегмент недвижимости, сегмент паевые инвестиционные фонды, ПИФы, КИФы, корпоративные инвестиционные фонды, ИСИ, институты совместного инвестирования. Далее инвест-компании, это сектор такой вот достаточно крупной инвестиционной компании. Хайп-фонды, то есть как переводится хайп-фонды, это компании... Слушай, Дим, холодно, ты гайбуйся, а то я все равно меня не замерзну. Далее хайп-фонды, это фонды, скажем так, высокорисковые инвестиционные программы. Их называют хайп-фондами. Далее многоуровневый маркетинг, это тоже может быть инвестиционным направлением, достаточно сильным. Далее вот мы видим ДУ, готовый бизнес, то есть долевое участие. Есть такое понятие доверительное управление, но в данном случае это не сегмент рынка. Долевительное управление может быть во всех вот этих перечисленных восьми сегментах, которые я рассказал. Но это ДУ, долевое участие в готовом бизнесе. То есть когда готовый бизнес расширяется, и ты можешь стать дольщиком расширения этого бизнеса. Я приведу на примерах. ДУ, стартапы, то есть долевое участие в стартапах. Венчурное инвестирование, это тоже долевое участие, чтобы вы понимали. И обучение, это сегмент очень достаточно серьезный сегмент инвестирования. Так вот, дорогие друзья, что такое риски? Риски бывают, и мы дальше с вами классификацию инвестиционных приложений рассмотрим по рискам. Но они бывают гарантированными, они бывают высокорисковыми, они бывают низкорисковыми, они бывают средний риск. И мы с вами рассмотрим классификацию по гарантированности чуть-чуть в следующем слайде. По надежности, то есть что такое надежность, нужно понимать. То есть надежность, когда есть компания, и она надежная, или компания, она ненадежная, мы тоже с вами по классификации это все рассмотрим. Ликвидность. Что такое ликвидность, дорогие друзья? Ликвидность – это когда ты можешь быстро вернуть свои средства, которые ты затратил. Что такое доходность? Доходность – это когда ты можешь получить определенную доходность. Чтобы вы понимали, дорогие друзья, о доходности. Доходность имеет два направления. Доходность от роста акций. Когда вы купили акцию за 1 цент, к примеру, или за 1 доллар. А через какое-то время компания выросла и выросли акции. Почему акции растут? Потому что сама компания растет. У компании активы растут. Основные средства растут в компании, которые приносят доход. И тогда растет акция. И вы можете продать акцию, и тогда вот это называется доход. И второй момент – получение дивидендов. Получение прибыли от работы, в данном случае, того направления, куда вы разместили свои средства. Это называется доходность. Перспективность. То есть, какие могут быть перспективы развития компании. То есть, насколько эта компания перспективна, перспективна, будет она развиваться или не будет. И что вам от этого. И защищенность. Насколько вы, как инвестор, защищены в том направлении, куда вы размещаете свои средства. То есть, свои инвестиционные числения, либо свои вклады. Итак, дорогие друзья, вот если говорить о банковском секторе, давайте разберем его более подробно. Банковский сектор числится как бы гарантированным сегментом инвестиционного рынка. Потому что у вас есть договор, вы можете получать, скажем так, 10%. А если взять Европу и Америку, то там на уровне 1,5-2%. Потому что учетка такая. Ну, а в России, в Украине, бывшие страны СССР, Белоруссия, можно получать, в Беларуси даже было до 60% годового дохода. Что считаю достаточно хорошо. Потому что, когда в Беларуси случилась эта ситуация, опять же, независимая от президента Беларуси. Потому что, когда курс растет в стране, чтобы вы понимали, в наших странах бывшего СССР, как говорится, отцы-основатели наших государств, когда раскололи Советский Союз, в Беловещей Пущей тогда в Беларуси, Ельцин, Кравчук в Украине, в Беларуси забыл, как назвали это товарища, да? Это люди, которые настояли на том, чтобы развалить Советский Союз. И Ельцин, конечно же, потом очень сильно жалел, что он сделал такую нелепость, как развалили Советский Союз. Но, тем не менее, они сделали еще одну нелепость. Они продали наше государство в рабство американскому доллару. Потому что все национальные банки, все государственные банки страны, они полностью зависят от американского доллара. То есть, если деньги в стране, в Советском Союзе и в Китае выпускаются деньги на основании того, сколько производится товар. Это нормальное явление. У нас есть в Академии частного инвестора, называется курс, вы получаете его в письмах. То есть, там исключительно в письмах он называет, как же называется курс, в общем, там начальное, среднее и высшее образование. И вот в высшем образовании я говорю о том, как история денег, история появления денег. Так вот, деньги печатаются, эквивалент, это эквивалент, он должен печататься тогда, вот сколько товара произведено, вот столько должно печататься денег, чтобы товар покупался. А сегодня деньги печатаются одним нажатием кнопки на компьютере, там, Федеральной резервной системы и Международного валютного фонда. И вот все наши страны их присадили. И поэтому я всегда удивлялся, думаю, ну как это так? Ты же президент страны, как свою страну там взял, опустил доллар, вернее, национальную валюту. Оказывается, это Федеральная резервная система во главе с Америкой берет и опускает эти страны. Не подчиняйся наш, ты там плохой, мы тебя сейчас по попе надаем, мы сейчас в той стране сделаем, повысим там курс доллара. И все, и твой народ будет тебя ненавидеть. То есть они таким образом манипулируют и управляют. Так вот, банковские гарантии, вот если говорить о банке, да, что банки вроде бы как гарантированы. И у них даже есть гарантия возврата вкладчика. Но здесь есть одна особенность, дорогие друзья. Когда я вспоминаю и в Украине, и в России банкротились банки 2008-2009 год после мирового кризиса. Вы знаете, почему-то государство не приняло их банкротство. Они подали заявку на банкротство и что все, мы хотим обанкротиться. Нет, государство напечатало денег, выкупило. Почему? Потому что если бы государство приняло банкротство этого банка, то тогда нужно было выплатить каждому вкладчику, а там уже разницы нет. Такая ли у тебя сумма, меньше или больше. То есть, по ровну каждому вкладчику, ну, к примеру, вы положили туда 100 рублей, а вам должны выплатить 700 тысяч рублей. Либо ты положил 2 миллиона рублей, тебе тоже выплатят 700 тысяч рублей по закону. Но, к сожалению, государство сказала, оно посмотрело, сказала, да мы же тут разоримся, у нас денег столько нет. Поэтому теперь задаем, дорогие друзья, вопрос. А действительно ли это гарантированный сектор, скажем так, гарантированный ли это сектор, сегмент рынка? Если государство, оно может кинуть просто-напросто свой народ. Да, у них есть договор, у них есть печать синяя, но толку от этого? Никакого. Да, они по надежности, потому что как бы надежные. И, конечно же, если вы хотите разместить свои вклады в банки, то есть это нормальное явление, и в инвестиционных портфелях, когда мы разбираем инвестиционные портфели, естественно, мы рекомендуем банковский сектор рассматривать в том числе. То есть по надежности это от 8 до 10 баллов, если так сказать. Оценить вот в балловой системе, это от 8 до 10 баллов. По ликвидности от 5 до 10 баллов. То есть да, вы в любой момент можете прийти и забрать свои деньги. Да, это здорово. По доходности за 5 лет, вот мы рассматриваем, это от 20 до 50% за 5 лет. По перспективности, ну какая перспективность, да? Ну какая еще может быть перспективность, когда, ну дорогие друзья, банки построены, тебе то фиолетово, скажем так, развивается или не развивается. Вот приведут простые цифры, чтобы вы понимали. За 2005-2008 год, 2007 год, за 2 года, российские банки, казахские банки, белорусские банки, украинские банки имели доходность среднюю годовую 350-700% годового дохода. Когда раздавали кредиты, когда направо-налево, когда у них там под эти кредиты там проценты были такие баснословные. Сдаем вопрос, вы как вкладчик, вы в отчетах, да ничего не было от вам этого. Ну даже процент выше вам не дали, но они заработали очень колоссальные доходности. Если переходить к защищенности, защищены ли вы? Да, у вас есть гарантия государства, гарантия возврата вкладов, и вы защищены. Но, как я вам уже говорил, да, вся эта фикция только на бумаге. И когда наступает мировой кризис, и мы это уже с вами проходили, вы можете не получить деньги по полгода из банка. И мы помним российский кризис тогда, дефолт 98-го года, не только российский, это был во всех странах СССР тогда, бывший СССР, да, во всех странах. Я помню, что по году в российских банках, даже в долларах у тебя деньги лежали. Тебе сказали, тебе выдадут в национальной валюте, и вот курс тогда был 6, он поднялся до 30, а людям выдавали по 15. То есть, ну, в половину меньше выдавали денег, да. В года, через два года мы вам вернем без процентов. Вот такие ситуации были, да. Говорить, если о страховых фондах. Страховые фонды, они стабильны, они гарантированы, тоже как бы гарантированы вклады, что они гарантируют. Или 3, или 4% годовых вам могут дать. Если это европейские страховые фонды, они вообще ничего не гарантируют. Они просто говорят, вы накапливаете эти деньги, у нас есть инвестиционные программы, у нас гарантия лишь только в том, что вот вы каждый год откладываете 1000 долларов на протяжении 20 лет. Вот мы вам гарантируем, что 20 тысяч мы вам вернем через 20 лет. Но если вы каждый год платите по 1000, если не платите вы каждый год по 1000, то мы тогда штрафуем вас. И ты заплатил 3 года, к примеру, первых 3 года, потом платить не можешь, ты ни копейки не получишь. Все, тебя развели на 2000 долларов. У них в договоре это прописано. Гарантированно, да, договор есть, печать есть, да, а ты не выполнил свои обязательства, все, значит, денег не получил. И все эти моменты по ликвидности, вот если говорить, почему я ставлю 1,5? Потому что в течение первых 3 лет вы вообще деньги не можете забрать. Мы рассматриваем страховые фонды как лайф-страхование, то есть страховка, накопительное пенсионное страхование, так называемое, да, называется. Но это лайф-страховка, то есть страховка жизни накопительная. Доходность точно так же, как в банке, от 20 до 50% годовых. Почему я об этом говорю? Я вспоминаю, я был застрахован в некоторых страховых компаниях. Я знаю, что они, куда вкладывали деньги эти страховые компании тогда в Украине, что доходность минимум на тех объектах недвижимости была там 300-500% годового дохода. Нам отчет приходит, инвестиционный доход 12% годового дохода. Что это означает? То есть они собрали деньги через подставные свои компашки, получили самые большие прибыли, положили их на карманы, ну а нам показали там 12% годового дохода. Ну я бы на банковский депозит положил, и то лучше получил. Доходность. Мы поговорили перспективность. Ну какая перспективность? Ну если компания страховка активов вкладывает, растут активы, то, как я сказал, да, и растет инвестиционный доход, и у тебя есть возможность получить, ну, больше и больше средств. Гарантирован, якобы гарантирован. Но опять же, в экономический кризис 2008 года ряд страховых компаний банкротились. Ряд. И по защищенности, ну, от 5 до 8 баллов. Почему от 5 до 8 баллов? Потому что, как я сказал, государственных, скажем так, защищенностей нету в этом плане. Если компания подала на банкротство, ну а что делать? Ну никаких проблем. Если банк подал на банкротство, значит, есть гарантия возврата вкладов. А компания страховая подала на банкротство, ну что ты сделаешь? Ничего не сделаешь. Смотрим дальше. Рынок Форекс. Очень популярный рынок Форекс. Зазывают огромное количество и по сегодняшний день на Форекс. Только сегодня они уже рассказывают, что мы там торгуем акциями Apple, и торгуют акциями других компаний и так далее, и так далее, и так далее. На самом деле это так называемые СФД-контракты. То есть есть реальные акции, которые вы покупаете, а есть, когда вы покупаете СФД-контракт, называется. То есть это прототип акции. Можно так сказать, это фьючерс на акции. Практически это тот же фьючерс на акции. Фьючерсы бывают двух категорий, чтобы вы понимали. Фьючерс поставочный и фьючерс как производный инструмент. Что такое фьючерс поставочный, дорогие? Не подставочный, а поставочный. То есть бывает фьючерс на нефть, бывает фьючерс на пшеницу, бывает фьючерс на кофе. Об этом что-то такое фьючерсы поставочные и что такое фьючерс как производный инструмент, Мы подробно говорим об Академии частного инвестора. По вторникам проходят встречи с нашими преподавателями Антониной Киановской и Игорем Арсеналой. И наши преподаватели Академии частного инвестора подробно расскажут. Фьючерс поставочный это когда есть реальный товар, а фьючерс производный инструмент это воздух, это производный инструмент биржи. Так вот в данном случае акции из ФИД-контракта это производные инструменты банковской системы и биржи. Грубо скажем это воздух. Это примерно такой же воздух как биткоины. То есть биткоин это тоже воздух, самый настоящий воздух, потому что это цифровой алгоритм спроса и предложения. Это примерно похоже на тот же принцип, который создавал когда-то МММ 2004 год Мавроди. То есть тот же принцип заложен цифровой валюты, то есть спроса и предложения. Я не хочу сказать, что это плохо. Вот если я вам хочу сказать 2004 год, который был в Мавроди, там бы ничего не рухнуло и процветало, если бы Мавроди не закрыли. Потому что у него был заложен алгоритм битов так называемых. То есть это нормальный алгоритм цифровой валюты. И я вам хочу сказать, что биткоины проводили сессию, что это хорошо или нет. Многие банковские системы признали биткоины. И они боятся, честно говоря, биткоины. Потому что когда наступит коллапс мировой, огромное количество средств идет в так называемые биты. И мы с вами будем хранить средства лучше там, их будут хранить. И там еще могут расти они. Но фактически это воздух, построенный на спросе и предложении. Если нет спроса, нет предложения. Если нет предложения, спроса, значит они падают в цене. Потому что люди начинают выводить и переводить в другие места. Но как переходной период сегодня в мировой предколлапс, он может быть достаточно сильным. Так вот, форекс, валюта форекса, она в большей степени существует для реального сектора экономики. Где, предположим, мне нужны доллары, а у меня есть рубли. Значит я рубли должен поменять на доллары. И тут включается механизм торгов. А вот тот форекс, который предлагает заработать деньги нашим гражданам, это так называемый тот же воздух. Это так называемый спекулятив, где реально вы не покупаете валюту, вы просто по котировкам играете этой валютой. И все. То есть огромное количество людей находится в этой системе котировок. И чтобы вы понимали, в форексе, чтобы вам заработать миллион, должно миллион человек потерять по тысяче долларов. Вот тогда вы заработаете миллион. Огромный металл разрабатывают только брокерские компании и те компании, банковский сектор, финансовые институты, которые создали этот рынок форекс. Именно как производный инструмент, именно как торговый и спекулятивный рынок. Далее, если говорить по рисковости, это высокорисковый сегмент рынка. Если мы работаем с брокерскими компаниями фондового рынка, они предоставляют еще услуги Форекс. Это более-менее нормально. Если это торгуется на биржах с той страны, в которой вы работаете, это есть более-менее какая-то защищенность. Она есть. Но это высокорисковый сегмент рынка и это высокорисковые инструменты. А как мы знаем, что высокорисковый – это вероятность потерять весь капитал. Надежность. Если эта компания находится внутри страны, есть такие брокеры надежные, как Финам, Открытие. Они предлагают еще и на Форексе поторговать. Где существует биржа ликвидности в Санкт-Петербурге, Московская межбанковская биржа. Сегодня называется Московская фондовая биржа. Она объединила две биржи РТС, то есть Российской торговой системы и Московская межбанковская биржа. То есть они объединили там и валюта, там и фьючерсы, там и акции многих компаний есть. И американские компании даже есть. Ну и так далее. И вот на фондовом, скажем, если говорить о Форексе, то ликвидность от 5 до 10. Почему высокая ликвидность? Ты в любой момент можешь забрать свои деньги, но это не совсем так. Если это маленькие деньги, ты в любой момент можешь забрать. А если у тебя деньги там 50, 100 тысяч или там полмиллиона, как только ты начинаешь забирать эту денежку, дорогие друзья, вот тут вот начинаются проблемы. И проблемы начинаются достаточно серьезные. То ты не с той платежной системы завел, и теперь у них нет этой платежной системы. То ли там еще какие-то кренделя придумывают. Но так не хочется отдавать им деньги. Это просто смотришь и смеешься. Ну просто офигеть, мне мои же деньги, они начинают выделываться и не отдавать. Даже именитые брокерские компании. Далее. Если говорить о доходности от 200 до 1000% за 5 лет можно получить. Но вероятности 95% из 100, что вероятность потеря деньги, чем заработать. И защищенность она на уровне 1-5 баллов. Почему? Потому что если на Форексе вы теряете деньги, по какой-то причине, если вы не инвестировали в фонд или инвестиционную компанию, вы сами решили поторговать. Или через брокера, или через, скажем, вашего управляющего, с которым нет никакой ответственности. То вы можете потерять деньги, и никто не будет отвечать за ваши деньги. И вы никак не вернете эти деньги. Это 100%. Фондовый рынок. Его можно отнести к среднерисковому сегменту рынка. По надежности от 5 до 8%, даже до 10%. Потому что если вы инвестируете в своей страны фондовый рынок, даже если не своей, а, допустим, американский рынок NASDAQ, либо NICE, либо, скажем, японский рынок, либо китайский рынок, ну и так далее. То здесь, скажем, любая биржа рекламентируется, скажем, государственными институтами финансовыми. И там более-менее, можно сказать, такая вот есть надежная защищенность. Ликвидность, да, высокая. В любой момент вы можете забрать свои деньги. Вот брокеры фондового рынка там без проблем даже забрать миллион долларов в течение короткого времени. То есть в течение трех дней, максимум 10 дней, ты заберешь даже свой миллион долларов. То есть там проблем с этим нет, там высокая ликвидность. Но, но, дорогие друзья, есть некоторое но. Как только рынок начинает рушиться, и мы помним исторические моменты, и можете посмотреть фильм «Уолл-стрит. Деньги не спят», когда рынок начал валиться. И когда никто свои деньги забрать не может, потому что продать, то есть твои деньги находятся в акциях, а все акции катятся в трубу вниз, и никто купить не хочет, а все хотят продать. И вот тогда, дорогие друзья, ты не можешь продать, а, соответственно, значит, ты не можешь вывести свои деньги. Потому что на фондовом рынке в чем хорошо? Ты можешь сегодня подать, и завтра вывести свои деньги. Да даже сегодня ты продал инструмент, нажал на кнопочку «Вывести деньги», написал заявление брокеру, и он выводит твои деньги на твой счет. Но когда валится рынок, когда валится рынок вот здесь, ты продать ничего не можешь. Мало того, что рынок упал вниз, и вот последний такой вот момент, кажется, июль или август месяц, когда китайский рынок рухнул на 70%, хотя за эти же полгода он вырос на 120%, а потом рухнул на 70%. Это было очень-очень неприятно, и потеряли 3 триллиона долларов. Кто? Средний класс, китайский средний класс. И плюс те компании и те инвесторы, которые инвестировали в китайский фондовый рынок. Если говорить о ликвидности, я сказал 8-10 баллов, а доходности она может быть на уровне 100-300% за 5 лет. Перспективность 3-5 баллов. Почему? Потому что сегодня вы можете купить реальные акции какой-то компании. Эти компании начинают расширяться, расти, и вы имеете две выгоды. Первое, акции выросли в цене, и вы можете продать, заработать на этом, и получить еще дивиденды от этой компании через фондовый рынок. То есть это достаточно перспективно, поэтому от 3 до 5 баллов перспективность. Но, дорогие друзья, в большей своей степени я панализирую огромное количество компаний фондового рынка и Америки. Вот последняя компания была Apple, которая в прошлом году заплатила достаточно высокую прибыль, огромнейшие прибыли своим инвесторам. Вот мы ждем, что сейчас они в 2015 год, потому что в 2014 год они выплатили, ну можно сказать, офигенные дивиденды. Там сотни миллиардов долларов, если не ошибаюсь, 300 миллиардов долларов дивидендов было выплачено. То есть там по цифрам 35% на акцию, то есть это очень большие. Но посмотрим, что произойдет в 2015 году, потому что очень много судило с компанией Apple, и вполне вероятно, что дивидендов будет немного. Компания Facebook вроде бы как обещала дивиденды, за счет этого произошел рост акций компании Facebook, но почему-то, я думаю, что наверное в 2015 году будут очень маленькие копеечные дивиденды. Ну посмотрим. Точно так, если говорить о российском фондовом рынке, китайском фондовом рынке, дорогие друзья, дивиденды, ну можно сказать, куром на смех. Те дивиденды, которые платятся, да, это куром на смех, честно говорю. Хотя по некоторым именительным компаниям, там Норникель, Газпром, вот если взять еще два года назад, очень высокие дивиденды платились. Но вообще дивиденды платятся очень-очень, во-первых, мало, потому что есть правление, и в этом вероятность получения хороших дивидендов, ну очень-очень мало. Далее рассматриваем по защищенности, да, защищенность на высоком уровне, от 5 до 8 регламентируется всеми возможными органами, и так, фискальными органами, и так далее, и так далее. Вроде бы как, ну на самом деле, мы сегодня понимаем, это управленческий механизм старой экономики. Далее, недвижимость. Это низкорисковый такой сегмент, вы купили объект недвижимости, он попадает в низкорисковый такой сегмент, где, ну, у вас никто не заберет, и ничего с ним не случится. Но есть одно но, есть одно но. Это событие в Украине, в Донбассе. И еще 4 года назад, когда я проводил донецкий тренинг «Как достичь успеха, когда ты уже успешен или был успешен», одна из моих знакомых, похвасталась, что на детях купила в центре города за 100 тысяч, за 105 тысяч квартиру трехкомнатную, и так далее, и так далее. Сегодня эта квартира стоит, в этом доме стекол нету, мебель там все растащили, и неизвестно, ну, дом пока стоит хорошо, да, но если вдруг что-то произойдет дальше еще, да, поэтому здесь, дорогие друзья, и страховые компании, у них форс-мажор, когда начинаются военные действия, они не платят никаких страховых, по страховке возвратов, понимаете, да, поэтому говорить сегодня о низкорисковости или вообще гарантированном таком моменте, это, конечно, можно, но сложно. Если говорить о некоторых таких моментах недвижимости за границей или еще где-либо, существуют моменты там, ну, которые ты можешь купить недвижимость, а потом ты ее можешь не продать, и более того, рента будет давать тебе настолько маленькие деньги, что ты все эти деньги будешь отдавать за обслуживание. Вот я живу сейчас в Таиланде, я наблюдаю интересные моменты, то есть люди, граждане России, Украины некоторые выехали, купили недвижимость, уложили миллионы долларов, я смотрю. Ну, дорогие друзья, ну, смешно, 20% годовых чистого дохода, а в связи с тем, что сейчас такая вот геополитическая ситуация неприятная, да, туристов все меньше и меньше, а те туристы, которые приезжают, они знают, как сэкономить и не жить там, допустим, в тех же виллах, там или в тех же апартаментах, а живут в более, так как мало туристов и много разных моментов, то бывает такое, что у людей вообще копейки приходят за ренту, им приходится еще где-то зарабатывать денег и платить за обслуживание этих своих недвижимости заграничных. И это, дорогие друзья, ну, скажем так, чтобы инвестировать в недвижимость, тоже необходимы знания, и в Академии частного инвестора мы даем знания, как правильно инвестировать в недвижимость, и как сделать так, чтобы на недвижимости получать минимум, минимум от 30% годового дохода, а есть такие стратегии инвестирования в недвижимость, где можно получать и 100% в месяц, но это мы обучаем в Академии частного инвестора. По надежности, да, от 5 до 10, по ликвидности от 3 до 8, потому что я говорю, вот продать, да, можно, если задешево, скинуть и получить деньги, но это головная боль, и я вот смеюсь, да, так вот с людьми так общаюсь, несколько вилл, заплачено там полтора миллиона долларов, и я говорю, слушай, а ты не думал, что если бы ты, ну, там, не знаю, для себя виллу отдыхать приезжать, да и все, а так вот полтора миллиона в 20 или 10 банков бы положил бы в разных валютах, там, вот Таиланд, ты сюда ездишь, золото купил бы, положил бы, да, и в любой момент, когда тебе нужно, да, ты взял деньги с банка, у тебя там капает, грубо говоря, по банковскому депозиту гораздо больше, то есть, скажем, из миллиона долларов, там, ну, по банковскому депозиту ты чистыми будешь получать, ну, как минимум, как минимум, 100 тысяч долларов, да, как минимум, а здесь получается, что из миллиона долларов 20-30 тысяч долларов за год, ну, смешно, скажем так, да, и поэтому доходность, она очень достаточно слабая, потому что люди не понимают, что такое недвижимость, им рассказывают, что 8% годового дохода, на самом деле, там, 2-3% годового дохода, если есть, то хорошо, многие люди покупают недвижимость у нас для того, чтобы сдать ее в ренту и получать прибыль, но я тоже, опять же, смеюсь, получают на уровне 3-6% годового дохода, ну, тогда в банке ты можешь получить больше денег, но у тебя ликвидность есть большая, тебе нужны деньги, ты быстренько раз, снял, и у тебя деньги на руках, а недвижимость нужно еще продать, чтобы получить денег, понятненько, да, перспективность по недвижимости, да, 3-8 баллов может быть, но когда растет недвижимость, вот, хочу вам сказать, дорогие друзья, со строительством Skyway и то, что, дорогие друзья, вот многие города, которые сегодня существуют, и когда мы уже начнем строить линейные города и новый жизнеуклад общества, у нас будут потом стремительно расти вот эти вот класты по 1 километру, по 10 километров городов, у нас будет совсем другая логика жизнеуклада, то все, кто вкладывает сегодня в недвижимость в наших традиционных городах, вот многие города сегодня, где мы живем, эти города могут остаться как исторические памятники, где мы будем приезжать, просто смотреть, вот как мы ездим сегодня на египетские пирамиды, как мы сегодня ездим там, куда там еще, смотреть там какие-то исторические такие, там, Ватикан, где там гладиаторы там бои проводили, ну и так далее, и так далее, да, там, видите, вот в Таиланде много исторических памятников, в Китае, вот точно так же многие современные, они могут уже через 10-20 лет быть историческими памятниками, и кто-то укладывает недвижимость в этих городах, я иногда смеюсь и смотрю, и думаю, ребята, ну, надо видеть чуть-чуть дальше, они потом будут просто стоять, и никуда не смогут делать эти объекты недвижимости, это просто выкинутые деньги на ветер, скажем так, да, и поэтому, дорогие друзья, по недвижимости очень четко нужно понимать, но если, если, хочу сказать, вот пример приведу, да, он простой, к примеру, есть объекты недвижимости, в данном случае земля, которая, ну, скажем так, она практически бесплатна, но места просто, просто великолепные, как только мы туда прокладываем наши трассы Skyway, и создается инфраструктура, и там будет стоить земля достаточно больших денег, почему мы говорим, да, что Владимир Путин раздает землю, а с помощью технологии Skyway, и Анатолий Дорогич Мюнинский сегодня им раздаем акции, да, каждый, кто зарегистрируется, 50 акций в подарок получает, так вот, дорогие друзья, что получается по факту вообще-то, что мы можем регулировать раздачу земли государством, выстраивать линейные города, даже сегодня, если мы думали, 2 километра ширина пешей доступности, и там, допустим, пошли в длину, а сегодня до 50 километров может быть город, почему? Да потому что, если вот станция, 25 километров ты живешь от станции, а сегодня на юнибанках, или на индивидуальных юнибусах, на индивидуальных юнибусах, к тебе прямо домой ты можешь доехать, даже если там через горы, через болото, через реки, там дорог нету автомобильных, но можно доехать, там есть инфраструктура, там есть поставка всего, электричество, интернет, продукты питания к тебе подвозят, или ты сам съездил в магазин и вернулся, что такое 25 километров, там на велобанке даже сегодня, это максимум 5 минут, и ты уже дома 25 километров от этой станции, то есть города могут быть по 50, даже по 100 километров шириной и во всю длину, и вот недвижимость, вот в этих населенных пунктах, где сегодня, почему мы говорим, бесплатно раздается земля, а мы с помощью технологии Skyway будем выстраивать новые линейные города, и вот этот гектар земли, который сегодня дает государство в лице Владимира Путина, это исторически, дорогие друзья, это за тысячу лет это третий раз, но такие возможности бывают вообще не раз в лет, а раз в 300 лет с землей, потому что первый раз это при Юрием Долгоруким, когда заселялась Москва, кто знает историческое, вот элементы многоуровневого бизнеса были введены, когда Юрий Долгорукий сдал указ, кто приезжает на поселение в Москву, на 5 лет лишается оброка, то есть 5 лет оброк не платит, ну то есть налог сегодняшний, а если он привозит еще с собой одну семью, то 10 лет он не платит оброк. Второй раз история у нас ровно 100 лет назад, ну не ровно 100 лет, чуть 100, 10 лет назад, когда Столыпин раздавал землю в Сибири и пошел очень сильный экономический рост, когда был создан кооперативный банк и с помощью, опять же, вот потребкой операции, дорогие друзья, Россия стала лидирующей державой во всем. Вы знаете, сколько тогда, в 1912-1911 году, сколько стоил рубль по отношению к доллару? Фунт, 3 фунта отдавали за 1 рубль, 5 марок немецких отдавали за 1 рубль, 14 долларов стоил 1 рубль, золотой тогда этот рубль, да? Почему? Да потому что Столыпин ввел в систему кооперации, кооперативного банка, суды, субсидировал тот, кто развивал Сибирь. Это был серьезный экономический рост. И как бы ни говорили наши враги, что в России плохо будет и так далее, да, экономическая ситуация будет везде ужаснейшая. Но сегодня идет раздача земли, а с помощью технологии SkyWay мы можем выстраивать инфраструктуру. Те места, в которые не может добраться ни дорога, ни авиатранспорт, даже вертолеты, если зимой там, или метель, ни железнодорожный транспорт. Мы начинаем капитализировать эту землю. Вот это в недвижимость вклады, да, это выгодно. Либо второй вариант вам приведу, да? К примеру, на тех же югах, вот в том же Таиланде, есть и Малайзия, есть настолько замечательные места, но туда добраться либо на катере, либо, скажем так, вот машины с большими колесами делают, джипы такие, туда добираешься 6 часов, и так вот едешь, 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 но потом, когда приезжаешь, там красота неописуема, раненебесно, да? Так вот, вот там берется земля за копейки, а потом ставится туда, проводится SkyWay, и эта земля потом будет стоить огромные-огромные деньги. Вот это вклад в недвижимость, это разумно. Либо еще простой вариант, вот последний вариант вам, с Иркутском, где мы находимся, здесь есть одна часть Байкала, называется Листвянка, а напротив нее уже у нас есть Аван-проект, комп сделал Анатолий Дарчунинский, где проложена Юнибайк, там земля стоит просто копейки сейчас, там ее чуть ли не даром можно купить. Как только мы проложим туда Юнибайк, эта земля будет стоить в разы, вы себе даже не представляете, насколько она вырастет цель. Вот это разумный вклад в недвижимость, когда ты вкладываешь в недвижимость, и ты знаешь, что проложил инфраструктуру минимум 10 раз, а когда там еще будут построены коттеджики, а туда еще каждому коттеджику там велобайк можно подвезти, то это будет стоить вообще непомерных, скажем, денег. А с помощью того, что мы еще сможем, вот в следующий понедельник, ну уже с нового года по потребке операции я проведу, что такое беспроцентные суды, что такое расчетно-кассовые центры, и что такое вот суды, которые мы будем давать нашим пайщикам на 20-30 лет. И почему мы будем давать беспроцентные суды, я вам расскажу и покажу на примере, на простом, почему нам это выгодно, почему выгодно всем пайщикам, у которых есть деньги лишние, давать беспроцентные суды. Вы увидите, это настолько интересный момент, настолько идет цикличность. можно сказать, прибыли нет, да, не что мы раздаем беспроцентные суды, есть прибыль, а на прибыль заложена немножко в другом. И вы покажем, я покажу это. Далее, дорогие друзья, идем в пайвы инвестиционные фонды, корпоративные инвестиционные фонды, институт совместного инвестирования. Это среднерисковый сегмент рынка. Почему? Потому что в основном они организовываются при брокерских компаниях. Есть компании по управлению активами в каждых этих компаниях. И у них идет, так называемый, диверсификационный портфет. То есть вероятность, даже если инструменты у них вдруг ушли вниз, но компании эти достаточно надежные, компании, именно поэтому, если говорить по надежности, главное, чтобы компания, может быть инструменты высокорисковые, но компания должна быть надежная. Вот тогда все будет хорошо. Если даже сегодня опустилась, что через 5 лет, через 3 года, через 2 года, может быть восстановится и поднимется все. И по перспективности 3-5 баллов, по защищенности 3-6. Почему? Потому что PIF и KIF и EC в основном создают портфели диверсификационные. Вот из этих вот сегментов, которые я сейчас прописываю, в основном. У них есть и венчурное инвестирование. Вот то, что вы видите сегодня, сектор вот этот, который мы перечисляем, все, кроме 13-го обучения, они все используют при правильной балансировке. Поэтому вероятность того, что деньги там потеряются, очень маленькие. Но и заработок, конечно же, там тоже на уровне 50-300% за 5 лет. То есть, чтобы вы понимали, там не очень высокие. И если экономика начинает расти, потому что они не занимаются спекулятивным рынком, они занимаются созданием диверсификационного портфеля. То есть, такая, знаете, считаю, самая тупая такая работа. Ты создал портфель диверсификационный и ориентируешься на прирост капитала. Единственное, в чем преимущество вот этого направления, паевые институционные фонды, корпоративные, институт совместного инвестирования, в чем только уникальное, что они могут правильно сбалансировать портфель. Но если экономика будет идти вниз, то весь портфель будет уменьшаться в цене. Точно так же. Если экономика будет идти вверх, вот как было в начале 2000 года, куда бы ты денег не вложил, оно все росло. Я вспоминаю такие моменты, когда в 2002-2003 году люди, которые более-менее так немножко понимали в инвестициях, приходят к брокерам и говорят, какие у вас есть акции самых дешевых компаний. Они говорят, ну вот есть акции какой-то малоизвестной компании, она занимается тем-то, тем-то. Ну тут акции стоят вообще 30 копеек одного. Ну хорошо, я покупаю на 100 тысяч долларов акции. Могу купить? Да, могу. Покупает. В 2007 году продает по 3 рубля за одну акцию. Представляете, да? Она стоила 30 копеек, он продает по 3 рубля. Некоторые продавали по 30 рублей за одну акцию, потому что весь рынок с 2001-2008 год он рос. Особенно 2006-2007 год. Если говорить про американский сектор рынка, он фактически с 70-го года в 90-х, 80-х немножко наклонился, немножко коррекция произошла, но он рос до 2006-го года. Весь американский рынок. И куда бы ты ни вложил эти деньги, он рос. И поэтому те, кто создавал пифы, у них пифы эти росли. Почему? Потому что одна компания выросла на 1000%. Вот я вам приведу пример даже с 2001-го по 2008-м год на начале начала года. Индекс, российский индекс, то есть ты тупо купил акции компании, которые входят в индексную корзину, а это пифы в основном создают такие портфели, и они выросли бы на 1500% за сколько? За 7 лет. Ну, шикарный рост. Но как только экономика идет вниз, сразу же эти портфели начинают таять. Далее. Инвестиционные компании. Это тоже средний риск АВМ. Если же, скажем так, по надежности 5.8, по ликвидности 2.8, по доходности от 100 до 500%, опять же инвестиционные компании это балансированные компании, балансированный портфель. И они должны быть достаточно прозрачные и показывать, куда они вкладывают средства, чтобы видели инвесторы. Если это инвестиционные компании регламентируются государством, в котором вы живете, тогда ваша надежность и защищенность достаточно высокая. Если же эти компании не регламентируются государством, в котором вы живете, тогда можно это отнести к высокорисковому и к среднерисковому инвестиционному. А если она регламентируется государством, тогда можно отнести даже к низкорисковому. хайп-фондам. Среди хайп-фондов приходим дальше. Восьмой. Много компаний, которые в хайп-фондах имеют очень плохую репутацию. Их хайп-фондам сегодня можно отнести на 95-97%. Это компании-жулики, их называют камы, и понзи-пирамиды. Это те компании, которые, скажем, пирамидой живут 3-5 лет, жулики от 1 месяца до максимума 1,5 года. Они рассказывают, что у них секретные методы инвестирования. Они рассказывают, там еще всякую кругу несут. Но люди ведутся. Огромное количество людей ведется на это дело. И по одной простой причине у 55% людей на планете есть иллюзия в голове о том, что можно вложить 1 доллар и через 20 лет этот доллар превратится в 1 миллион долларов. Да, есть компании, которые показали такой результат. И поэтому эта иллюзия поддерживается реальными результатами. Но тем не менее на этом играют вот эти вот скамы, жулики и пирамиды. И поэтому огромное количество людей теряет свои деньги в первую очередь из-за того, что они финансово и инвестиционно неграмотные. Поэтому мы, как Skyway Invest Group, именно этой грамотности обучаем с помощью Академии Частного Безда. Многоуровневые лифтовые компании можно отнести, конечно же, к низкорисковым сегментам. Доходность достаточно высокая за счет того, что ты вкладываешь небольшие деньги, ты вкладываешь свой труд. И благодаря тому, что ты, потому что я рассматриваю инвестицию, любую многоуровневую компанию, как инвестицию, где ты можешь сделать маленькую инвестицию в 500-1000 долларов, с помощью своей работы ты можешь увеличить свои доходы даже на следующий месяц уже 100%, еще через месяц на 200%, а за год на 1000-10 тысяч процентов. Это твой собственный труд. Ты вкладываешь свой собственный труд и тебе нужно работать. Это не пассивный доход. Переходим до любого участия готовый бизнес, дорогие друзья. Это среднерезковая инвестиция. Даже можно отнести некоторые готовые бизнесы к низкорисковой. Когда расширяется, к примеру, какая-то панк-компания, им необходимы народные деньги. Они могут привлечь напрямую, либо взять займ, оформить займ полностью регулируются государственными органами. И потом они имеют обязательства и можно подать суд на них. Но здесь среднерисковые иногда даже высокорисковые бывают. Доходность тоже неплохая от 200-500% за 5 лет. И долевое участие в строку здесь очень выгодно. Но это высокорисковое инвестирование, потому что доходность может быть в стартапах от 500-000% до 2000-000% за 5 лет. Но перспективность достаточно перспективное направление, но все равно может быть ограничено в некотором сегменте рынка. И защищенность достаточно тоже может быть достаточно высокая. Венчурное инвестирование то, чем мы занимаемся с вами, дорогие друзья, это тоже одна из разновидностей долевого участия. Она может быть от высокорискового до гарантированного. То есть, когда уже проект реализуется, и когда проект уже начинает реализоваться и приносить прибыль, это гарантированно превращается в гарантированный сегмент рынка. Вот если говорить о Форексе, он никогда гарантированным стать не может. Если говорить о фондовом рынке, они гарантированными никогда стать не могут. высокорискового перейти в гарантированное. Объясню, почему. Полтора года назад, когда я инвестировал, но не многие здесь находятся, инвестировали, для нас это было высокорисковой инвестицией. Это уже гарантированная инвестиция, потому что Анатолий Дорчининский недавно сказал такую вещь, что даже в сегодняшнем положении, в крайнем случае, если что-то произойдет, мы пойдем нам поклон китайцам и продадим все это китайцам. Китайцы дальше за те документации, которые уже сделаны, дорогие друзья. Да, новые люди приходят, у вас еще, скажем так, ваша инвестиция будет высокорисковая, но через полгода, когда будут построены юнибайки, когда будут построены уже некоторые трассы, а осенью, когда будет представлена сертификация, уже представлен транспорт городской грузовой, дорогие друзья, это уже гарантированно. Там уже гарантированно минимум акций будет стоить от 50 центов до 1 доллара, минимум. А когда мы подпишем контракты на оплату или начнем строительство по этим контрактам, которые мы сегодня подписали, то акции начнут расти от 1,5 доллара и выше. И тогда это уже становится гарантированный сегмент рынка. И обучение, дорогие друзья, это тоже гарантированный сегмент рынка, потому что вы можете заплатить деньги за обучение и получить просто невероятные проценты. Я хочу вам сказать, я приведу несколько примеров. Сколько я оплатил деньги за обучение, и последний мой пример в 2011 году я заплатил всего лишь на все 300 долларов за обучение. И потом за другой курс еще 400-700 долларов. Я в первый же месяц получил 7000 долларов. Это 1000% в месяц я получил. А если говорить по сегодняшнему, потом за три года с 2011 по 2013 конец, я получил доходность пассивного уже дохода. Потому что у меня на автомате продавались курсы, самые дешевые курсы 87 долларов у меня стоили. Но средний чек у меня был оплаты где-то порядка 100-120 евро. Это на автомате продавались курсы, я уже так раскрутил Академию и сайт Академии на тот момент уже стоимость через Google была на уровне 250 тысяч долларов. Понимаете, да? А я первые финансы, которые я вложил в сайт, не более полторы тысячи долларов. Поэтому, дорогие друзья, обучение дает очень-очень высокую перспективность. Я надеюсь, что вы запомнили эти все важные моменты. Если вы расскажете по видам инвестирования людям, которые занимаются инвестициями или люди, которые не занимаются инвестицией, вот эту таблицу, расскажете, почему венчурное инвестирование самое доходное, мы видим, да, от тысячи до ста тысяч доходность может быть за первые пять лет, не говоря уже следующие пять лет, следующие года. Итак, переходим к следующему. Что же такое венчурное инвестирование? Это крисковое начинание, предоставление молодым компаниям средств без залога на ранней стадии развития в обмен на долю в этих компаниях. То есть венчурное финансирование это долгосрочные пять-семь лет высокорисковые инвестиции, частного капитала в акционерный капитал вновь создаваемых высокотехнологичных перспективных компаний. Запишите это, сделайте скрин, но запомните, я буду задавать вопросы, что такое венчурное инвестирование. Оценка венчурных инвестиций, дорогие друзья, мы в данном случае находимся в стадии сет, то есть венчурные инвестиции есть в начальной стадии сет, сет вернее, и стадия стартап. В данном случае стартапом мы будем тогда, когда мы начнем уже строить какой-то участок дороги. Вот это будет стартап. Далее, дорогие друзья, смотрим, на что нужно обращать внимание, какая-то технология. То есть если эта технология, скажем так, ограниченная какой-то страной или каким-то городом, то эта технология привлекательная, конечно, но не совсем она подходит, ну скажем, у нее один интерес. Если эта технология, если мы говорим о Скайвее, и эта технология, которая нужна сегодня 90% людей на планете, и это ноу-хау, это практически основа нового тренда, то это совсем другая привлекательная страна. Второе, бизнес-план. Существует ли бизнес-план? Вот я встречался с многими технологами, инженерами, блин, они начинают рассказывать, я когда начинаю переходить к финансам, мне говорят, вот вы финансисты, вам лишь бы деньги, это на людям нужно, поймите, нам нужно экономическую целесообразность просчитать, в том числе, я хочу вас вызвать и понять, как сделать экономическую целесообразность, вот вам лишь бы деньги, вы не понимаете, то есть он объяснить до ума не может, но психу. Ты мне спрашиваешь, бизнес-план есть, нет, хорошо, давайте мне расскажите, я вам зам вопрос, я сделаю бизнес-план, потому что без бизнес-плана выходить куда-либо, но ты не выйдешь. У компании Skyway сегодня есть бизнес-план, 15 этапов развития, дорогие друзья, это очень интересный бизнес-план развития на ближайшие три года. И вот в этом плане, дорогие друзья, я хочу сказать, что в этом плане компания Skyway на сегодня является уникальным примером для многих венчурных проектов. Третье, этап реализации запуска проекта. Когда я познакомился с компанией, и, чтобы вы понимали, вот если компания реализуется за три, значит, можно сказать, у вас сто процентов за три года. Если реализация проекта за год, значит, сто процентов будет. Если реализация проекта за 15 лет, вот как китайцы предлагают новый шелковый путь здесь, Москва, Пекин, за 10-15 лет за 350 миллиардов долларов, то есть фактически окупаемость этого проекта за 15 лет они строят, и потом пускай даже за 5 лет, если окупаемость этого проекта, то за 5 лет это, значит, 20% в среднем годового дохода. А если за 15 лет окупаемость, значит, делим 100 на 15, это на уровне общается, где у нас калькулятор, 100 на 15, это 8 получается, где-то так, да, или 7, 100 разделить на 15, 6,6, ну, около 7, да, то есть около 7 процентов годового дохода, что намного лучше, чем, скажем так, учетная ставка Америки либо японии. Далее, в компании в Skyway у нас 3 года этапа реализации запуска проекта. 3 года, когда я узнал от Анатолия Орчевицкого, 3 года, я вообще был приятно изумлен тому, что за 3 года может реализоваться, когда я в Нике сказал, блин, да это же вообще супер, я хочу этим заниматься. Уставной капитал, вот если небольшой уставной капитал, например, и фейсбука, когда они витрили компанию с уставным капиталом 25 тысяч долларов, а потом им нужно было поднять компанию на 500 тысяч долларов, вот тогда, если вы помните, кто не смотрел фильм «Социальная сеть фейсбук», как Марк Скидрюер, как человек, которому дал ему 25 тысяч долларов, он взял его и кинул. То есть, когда идет в чем проблема стартапов многих американских да и российских. Там небольшие не открывают уставные капиталы, но потом, когда нужно увеличить уставной капитал, нужно порезать чьи-то доли. В данном случае уставной капитал компании, Skyway, группы компаний Skyway, 400 миллиардов долларов. Это интеллектуальная собственность, оцененная в 400 миллиардов долларов, это 400 миллиардов акций. 30%, то бишь 120 миллиардов акций планируется отдать на инвестпроводящую систему для строительства экотехнопарка. Вот чтобы вы понимали. Поэтому, дорогие друзья, о чем это говорит? Вот этот большой капитал говорит о том, что никто резать и повышать уставной капитал не собирается и не нужно будет. И вы знаете, когда к нам приходили финансовые группы, в прошлом году мы вели переговоры, мне так смешно было, через Skype мы разговаривали, Виктор Бабурин, мы сначала вместе, а потом говорим, с юницким вас ведем. И вот они говорят, да мы вам закроем 300 миллионов, без проблем, нам нужно вот это, вот это, вот это, и мы вам закроем, то есть без проблем. все будет. Но говорит, какой будет наш пакет, то есть 300 миллионов, это сколько, то есть мы не претендуем на то, вы управляете, то все, пятое, десятое, ну какой пакет, процентным соотношением, говорим, ну это всего лишь 30%, как 30%? Ну так говорит, основной капитал 400 миллиардов долларов, они исчезли. Почему? Да потому что многие компании, они хотят потом делить и разделить твою долю. То есть они говорят, ну хорошо, мы входим, дайте нам там 30%, ваши 70%, потом, когда компания начинает расти, нужны еще больше инвестиции, приходит больше инвесторов, чью долю они будут делить? Вашу, но не свою. И тогда у вас доля уменьшается. Вот в данном случае Анатолий Дарькович Юницкий поскольку очень правильно и справедливо, что наши доли не будут урезаться. Далее, страна регистрации компании. Дорогие друзья, конечно, я очень уважаю Россию, уважаю и многие страны Советского Союза, но открывать на начальном этапе компании у нас достаточно опасно. И почему у нас потребительское общество открыто и так далее, и так далее. Ну, во-первых, у нас нет регламентирования по акционерному капиталу и нет такого понятия, как внести интеллектуальную собственность на определенную сумму. Вот этого понятия нет, дорогие друзья, и оно отсутствует у многих стран. И поэтому мы открыты британские Виргинские острова. Да, это офшорная зона. И в чем уникальность офшорной зоны? Мы с вами, как акционеры, дорогие друзья, получим наибольшие выгоды. Потому что, если бы мы были в Британии, как изначально это было открыто, эта компания, я сначала был рад, а узнал, что там корпоративный налог 23%, они обещали его понизить, но его поднимут с этого года на 25%. То бишь, мы должны будем Англии заплатить 25%. С каких, как это, пирогов называется? Что мы должны платить им? За что? За то, что мы просто зарегистрировали. Именно поэтому открыто в Британских Вернисих островах под этой юридикцией. Там идет очень правильная, оптимальная, скажем, система налогообложения. Но самый главный момент, дорогие друзья, не в этом. Самый главный момент, там находится банк данных акций. То есть, там находится банк акций компании. И это защита в первую очередь интеллектуальной собственности Антон Горощеновского. Вот это очень правильный подход. Русстранснет компанию мы потом выведем на IPO, на фондовый рынок России. Укртранснет на украинский фондовый рынок. Глобалтранснет UK мы выведем на рынок Британии. Появится у нас там Транснет Казахстан мы видим на казахский фондовый рынок. Появится в Китае компания Транснет Китай мы видим на китайский фондовый рынок. Не проблем. Совсем не проблема это сделать. Но головная компания, где находятся технологии, она должна быть защищена. И это очень правильный момент, потому что в прошлом году компания даже планировала там вывести на деловар в Соединенные Штаты Америки. Мы много дискутировали и мы рады были когда приняла компания, что именно будет на Британских и Британских островах зарегистрирована компания и там будет банк акций. Далее дорогие друзья шестое прозрачность. Вы видите у нас постоянно идут отчеты. Постоянно идут два раза в неделю видеоотчеты. Вот сегодня вы видели ролик последний. То есть всегда идут отчеты и был отчет за прошлый год проделан. И то, что проделан за прошлый год дорогие друзья, не буду повторяться, но вы можете увидеть этот ролик где она огромная и услышать Анатолий Дорчо-Яницкого, который рассказывал, что сделан за 2015 год. Но сделано невероятно. Я сразу хочу сказать. За те деньги, которые получены, сделано огромное количество работ. Седьмое. Во что конкретно идут инвестиции? Вот здесь нужно понимать. Если идут инвестиции, допустим, как пример, на поддержку. Вот я вспоминаю, Газпром собирал, дорогие друзья, Газпром собирал деньги в свое время через Сбербанк, народные деньги, то есть привлекал людей, кто помнит, это был 2009 год, если не ошибаюсь, активная реклама шла на Газпром, что привлекает народные деньги, все здорово, люди, давайте вкладывайте в Газпром, они эти деньги вкладывали в ремонт системы Газпрома. Это один вариант. Но когда ты вкладываешь изначально в технологию, это совсем другой вариант. Вот это две разные вещи, дорогие друзья. И мы в данном случае, говорить о Скайвее, мы вкладываем в технологию Скайвее, которая будет, это все равно, что, дорогие друзья, существуют технологии в своем мобильном телефоне, вот если это Apple, я не люблю Apple, у меня Samsung, и у меня как это называется, система не Apple, а система Android. Ну, не нравится мне система Apple, не знаю, почему. И сам Apple, да, вот железо, вот это, стоит не более 30 долларов, но мы за эти телефоны платим 700-800 долларов. Ну, в Америке, правда, они стоят 300 долларов, но если ты подключился на год контракт компании. Так вот, задаем вопрос, задаем элементарно простой вопрос, да, 30 долларов стоит железо, почему мы платим 700 долларов? Ладно, половина уходит в маркетинг, то есть, 100% накручивает маркетинговая стратегия, все зарабатывают маркетологи, кто продает это, да, но остается еще 30 долларов, то есть, в 10 раз больше, чем стоит железо. Что здесь стоит? Технология, дорогие друзья, здесь технология. Представьте себе, что в системе Android вы участвуете в каждом телефоне, который находится. Вы получаете от каждого телефона, который использует эту систему Android, процентики, да, если вы акционер компании Google. Так вот, то же самое, когда будут двигаться наши транспортные средства, начиная от юнибайков, заканчивая там юникарами, то есть, высокоскоскосной, городской, грузовой, порты, которые могут быть, а в будущем и потом технологии строительства, струнные опять же технологии строительства многоэтажных зданий, одноэтажных зданий, вакуумного стекла, это технология юницкого, где мы можем участвовать, строительство заводов юнибуса, по производству юнибусов, да, мы можем в будущем получать везде проценты. Вот это, дорогие друзья, классно. почему нужно об этом всегда говорить, всем говорить, потому что, когда мы будем вкладывать только в адресный проект, к примеру, здесь в Иркутске адресный проект, значит, только с этого адресного проекта люди будут зарабатывать деньги, либо в адресный проект Санкт-Петербург, Владивосток, только с этого проекта люди будут зарабатывать деньги, либо проект на Украине Харьков, Одесса, Одесса, Львов, Львов, Харьков, или там Чернигов, Киев, Одесса, да, то есть, То есть только с этого адресного проекта, либо европейский проект Терко Лондон Лиссабон, только с этого будет зарабатывать. А мы находимся в корневой технологии, которая будет использоваться везде, во всех адресных проектах. Вот это, дорогие друзья, нужно понимать. Далее, предполагаемая дата первой капитализации, от чего она зависит. Через два года, в 2016 году и в следующем году, когда сертифицируется городская транспортная система и грузовая, и мини-байки, а в 2017 скоростная система, вот здесь наступает капитализация. Как только у нас начинает идти строительство адресных проектов, вот здесь начинается капитализация. Срок окупаемости проекта инвестиций, дорогие друзья. Очень важно, чтобы вы понимали, в мире, существует в инвестиционном мире такая цифра, что если за 7 лет ты 100% вернул свой капитал, то это очень хорошая инвестиция. То есть ты инвестировал деньги, и через 7 лет твои деньги увеличились вдвое. Это очень-очень классное инвестиционное предложение. Здесь же в компании Skyway предложения, дорогие друзья, просто офигенные, считаю, обалденные, потому что проекты некие. Которые могут за полгода окупаться. То есть это означает 200% годового дохода. Строительство Санкт-Петербург-Владивосток возможен примерно за 5-7 лет. И окупаемость проекта за 5 лет. За 3-5 лет. В зависимости от пассажира потока, который пассажир поток. Понимаете, да? Далее. Предполагаемая доходность дивиденды. Вот вам по сроку окупаемости можно сразу же понять дивиденды. Если за 5 лет окупаемость проекта, в среднем 20% годового дохода. Но что еще самого ценно, дорогие друзья? Вот посмотрите. К примеру, китайцы построили транспортную систему по всей России, по всей Украине, Казахстану. И вот мы уже нас присадили и мы ездим все. И вдруг они думают, дай-ка мы больше заработаем. И поднимают проезд, стоимость на проезд. Ну, самое главное сейчас присадить, а потом поднять стоимость на проезд. Правильно? И мы, хочешь не хочешь, будем платить больше. Кто будет больше зарабатывать? Это компания. Ну, Китайская Народная Республика. А давайте представим, что мы построили дороги везде, 30 миллионов километров дорог, люди профинансировали. Пускай 50% или 30% профинансировали простые люди, мы с вами, граждане. Все строительства этих дорог. И мы ездим по этим дорогам. Но вдруг кому-то приспичило каким-то олигархам, а мы хотим больше зарабатывать, давайте повысим деньги, стоимость проезда. Дорогие друзья, на нас с вами никак это не отразится. У нас дивиденды будут больше. Значит, уровень жизни наш не изменится нисколько. Значит, логически себе нужно понимать, что цены расти не будут, они будут только уменьшаться. Потому что чем больше будет строиться километров дорог, тем будет ниже цена на проезды. Чем больше людей будет ездить по этим дорогам, тем ниже будет стоимость проезда. Почему? Потому что нам это не нужно будет. Что происходит сейчас в мире? Кто-то там владеет, несколько человек, какими-то там технологиями, чем-то еще. Они решили поднять цены, они заработали деньги. А мы с вами теряем деньги, мы от этого ничего не имеем. Но если здесь в этих технологиях используются народные финансирования, инвестирования, то, дорогие друзья, мы с вами, ну повысилась цена на проезд, но мы с вами больше заработали. Повысилась цена на, ну не знаю, там, на интернет, но мы с вами больше заработали, потому что мы с вами совладельцы этого всего. Вот это нужно понимать. Теперь, один из принцип инвестиционной стратегии. Принцип инвестиционной стратегии, дорогие друзья, я считаю просто обалденный выводный народное инвестирование. Это очень правильный вывод, это очень правильное решение, потому что, как я уже сказал, 15-18, а если говорить о партнерских программах, то есть люди задействованы в разных партнерских программах, таких примерно 23-25% населения в бывшем, во всей Евразии. 23-25%. Еще один интересный момент, почему я спрашивал, какой возраст людей. Потому что сегодня, если взять из бывших стран СНГ, русскоговорящих, скажем так, 250 миллионов человек, из них 25% это пенсионеры. То есть это вот эта категория людей, которым за 65. Я не говорю те люди, которые за 40. А в общей сложности мы видели, да, это 65%. То бишь из 250 миллионов, 65% это примерно 60-170 миллионов граждан. И нам нужно максимум 10-15%, ну 20%. То есть 30 миллионов человек в этих странах, вот в России 30 миллионов человек, максимум за 3 года может построен быть проект в Санкт-Петербурге, только народными деньгами. 5% населения Белоруссии может привлечь денег за примерно 8 месяцев построить Экотехнопарк. Только 5% населения Белоруссии. 15% населения Украины могут построить вот этот проект, треугольник так называемый, да, в Украине за 3,5, максимум за 5 лет. С доходностью 30-60-70% годового дохода. Это больше, чем банков слезит. И чем больше люди ездят по дорогам, тем больше денег они зарабатывают. Туда могут входить в долю государственные предприятия, туда могут входить государства, чиновники, мэрии, областные центры и так далее, и так далее. Дорогие друзья, это настолько выгодно и принцип инвестиционной стратегии, который создан в Турдовщем Министском, он очень правильный, потому что мы с вами получаем наибольшие деньги. Простые люди. И 12% перспектива развитность масштабность. Как я и говорил, 1-5 миллионов километров дорог по России в общей сложности по всей Евразии 30 миллионов километров дорог. Вот это, дорогие друзья, нужно знать, что при оценке венчурных инвестиций компания Skyway является примером, примером, еще раз хочу сказать, примером для всех венчурных проектов. Ну а теперь, как я и говорил, классификация инвестиционных предложений. Они делятся по рискам и по надежности. То есть класс гарантированного сегмента инвестиционного предложения, низкорискового, среднерискового, высокорискового. Что это означает? Гарантированно это означает, что у вас 100% сохранности вашего капитала. И плюс какой-то еще, может быть, процентик может быть. Но то, что ваши деньги 100% не исчезнут, это называется гарантированно. Класс низкорискового, это когда вы можете потерять до 15% вашего капитала. Класс среднерискового сегмента рынка, это когда вы можете потерять 50-60% вашего капитала. Иногда до 70% вашего капитала. И класс высокорискового сегмента инвестиций, когда вы можете потерять 100% ваших вкладов. Это вот по рискам, чтобы вы понимали. По надежности. Есть гарантированные надежные, низкорисковые надежные, среднерисковые надежные, высокорисковые надежные компании. А есть гарантированные ненадежные, низкорисковые, ненадежные, среднерисковые, ненадежные и высокорисковые, ненадежные. О чем я говорю? Что мы вам могут компании говорить, что мы даем гарантии, гарантии раз-два-три, гарантии таких-то банков, гарантии еще чего-то, но это ненадежные компании, потому что когда начинаешь, вот самый главный оценка любого проекта, вот если владелец компании, ну я грубо скажу, не торгует фейсом, вот как он доль дура еще низкий, я торгую сейчас вот фейсом, грубо говоря, да, то есть, пожалуйста, вот я живой, меня можно пощупать, я никуда не деваюсь. Но когда директор компании начинает прятаться за что-то, за сайт и вообще фотографии, не знаешь, кто такой директор компании и какие предлагают он вещи, вот для меня это номер один оценка, я не положу деньги в компанию, я не знаю, кто руководит компанией, не положу. Мне нужно его услышать, о чем он говорит, что он говорит и так далее. Так вот, дорогие, по гарантированности нужно понимать, что если ты вкладываешь в гарантированный, высокорисковый, но надежный, вернее, высокорисковый, но надежный компанию, даже если там инструменты высокорисковые, но компания надежная, рано или получишь прибыль. А если ты вкладываешь в гарантированную, но надежную компанию, то ты ничего не получишь. Вот это нужно понимать очень серьезно. Вот это называется классификация инвестиционных предложений. Это я тоже буду у вас спрашивать какие-то домашние задания. И последнее, как происходит рост акций и дивидендов, это таблица, которую мы в новом году немножко преобразим. Я сделаю, скажем, не в Мерополисе, а в Цитриксе мы с вами сделаем встречу. Я вам покажу, как высчитывается рост акций и дивидендов, для того, чтобы вы понимали, как вам это делать, как работать с этой таблицей. Ну вот здесь все можно увидеть. Сейчас я хочу чуть-чуть сделать, увеличить. Не знаю, как тут увеличить. Ладно. Так вот, первая постройка полигона, это три года, с 2014 по 2017. Сегодня осталось уже два года. Мы уже начали строить полигон, экотехнопарк. И 300 миллионов, которые необходимо проинвестировать, как только мы построим полностью этот экотехнопарк, друзья, его рыночная стоимость будет стоить минимум. 3 миллиарда долларов. Минимум, чтобы вы понимали. С Анатолией, точнее, не с кем, сколько мы общаемся, он говорит, Андрей, эта цифра очень занижена. Такой экотехнопарк будет стоить не 3 миллиарда, а минимум 30 миллиардов долларов. Но я ставлю, знаете, как такой пессимистический прогноз, 3 миллиарда долларов. Значит, здесь акция, она уже будет стоить, вот мы берем 60 тысяч акций, 100 долларов, если вы увидите, стоимость акций, 60 тысяч акций, которые стоят 100 долларов. И стоимость акций, значит, 2 цента, а 0,2 цента. А когда построится экотехнопарк, будет стоимость активов 2,2 цента. То есть, фактически за 3 года, а кто инвестирует сегодня, то фактически за 400, 407 процентов за 2 года. Это 200 процентов годового дохода. Немного, не мало. Далее. Строительство дорог. Мы смотрим 20 лет. В среднем по 1 миллиону километров дорог. Я не показываю здесь, там, 3 года, 5 лет. Мы сразу берем 20 лет. В среднем мы должны построить 20 миллионов километров дорог. То бишь, эти 60 тысяч акций дивиденды могут давать, вот здесь даже в рублях. Так, как же увеличить? Тут же, если это увеличивается, кажется. Нет, не вижу, как увеличить. Ну, ладно. Так вот, дорогие друзья, стоимость, вернее, дивиденды, только если вот я не ошибаюсь, в год написано и в месяц, в рублях. И доход вот в месяц 4 миллиона 431 одна тысяча в долларах, а в рублях 308 миллионов. А вот активы, сколько будут стоить? 60 тысяч акций через 20 лет. Когда мы построим 20 миллионов километров дорог, то ваш капитал будет стоить по рыночной цене 82 миллиона, ну, почти по 100 миллионов. Это 3 миллиарда 700 тысяч российских рублей. Это стоимость капитала. Вот эта таблица, ее нужно знать, как ее показывать, чтобы мы показывали людям, вот смотри, через год что может быть, вот что может быть через 2, вот что может быть через 5, вот что может быть через 20. Дорогие друзья, поэтому это нужно понимать и осознавать, что дает и за счет чего происходит рост акций и дивидендов. Это та таблица, которую нужно понимать. И выгода и преимущества инвестиции Skyway, еще раз показываю, венчурное инвестирование мы являемся наиболее выгодным инвестиционным предложением сегодня. И как я всегда говорю многим, вот ты создаешь портфель, вот ты вкладываешь деньги старой экономики, да, но возьми, положи хотя бы со всех этих денег 1% в Skyway. Венчурное инвестирование Skyway. Ты получаешь образование. А второй момент, если старая экономика рухнет вся, а мы быстро взлетим и мы зацепим новый тренд, то только 1% он не просто покроет все твои расходы, он даст такую колоссальную прибыль, которую ты себе даже не представляешь. Ну или другой вариант, если старая экономика, мы вдруг ошибаемся, и Skyway не получится, и старая экономика, она станет не старой, астремительная, и она выровняется, и пойдет вверх. Ну, то значит, ты ничего не потеряешь. В любом случае, диверсификация рисков, она обеспечена тебе. Вот это нужно понимать, это нужно доносить людям, насколько мы выгодны по сравнению с другими инвестиционными проектами. Следующий вариант, дорогие друзья, это то, что я хочу сказать по новостям, что продлина акт 31 числа, но мы видим, что, ага, вот здесь неправильные дисконты я вам показываю, потому что я эти дисконты с субботы показываю, а сегодня у нас совсем другие дисконты. То есть, сегодня наши дисконты, я сейчас говорю, я не смогу их показать, но проговорю, это неправильные дисконты, хочу вам сразу сказать. Сейчас я их быстренько уберу, а то с каждой тех обратно сказал, что такие дисконты. Сегодня у нас дисконты на уровне, сейчас даже посмотрим спецдисконты, что это означает, дорогие друзья, у меня большое к вам обращение. Спецдисконты заводят 1000 долларов, по 20 тысяч долларов, по 10 долларов, и сразу хотят купить по дисконту 600. Ну, как были, а вот сегодня уже дисконт остался 400, то есть 200 и 400, да? Хотят по этому максимальному дисконту купить. И вот здесь вот есть кнопка выключить. Если вы его выключите, то у вас пересчитается по текущему дисконт, который есть в инвестиционных программах. Поэтому ни в коем случае не выключайте эту кнопку. Огромная просьба, не выключайте. И еще хочу сказать вам, что спецдисконт – это ваши обязательства на 10 месяцев. Вы прочитаете, вот здесь написано, к примеру, АИП спецдисконт 10 месяцев, ежемесячный платеж 100 долларов, акций 40 тысяч, за весь период вам нужно заплатить 1000 долларов за 10 месяцев. Да, вы можете завести 1000 долларов, и каждый месяц у вас будет сниматься по 100 долларов, по 100 юнитов, да? Но это так работает спецдисконт. Он не работает, что вы сразу должны купить на всю сумму, а в следующем месяце, если вы не купите, у вас все пересчитается по текущему дисконту, который будет в январе месяце. Если вы потом не сможете купить в месяце, то вам пересчитается по тому дисконту, который будет в феврале месяце. Все ваши акции, дорогие друзья. Поэтому это ваше обязательство, и вы должны обязательно подумать, какую сумму вы можете. Если вы можете только 10 долларов в месяц, и 100 долларов за 10 месяцев, значит берите 10 долларов. Не надо выше крыши прыгать. Зарабатывайте деньги с нами, и начните вкладывать от 20 до 50%. Более того, я хочу вас обрадовать, сейчас мы ведем переговоры, и у нас будет такая возможность в ближайшее время, я думаю, в январе мы уже введем это, когда вы сможете получать акциями. То есть вы привлекли человек, он заплатил 1500 долларов, вы заработали 150 долларов. Но вы еще сможете получить 15% в акциями. То бишь вы получите еще на 1000 долларов, вот сейчас посмотрим по инвестиционным программам, которые есть. По инвестиционным программам, допустим, на 1000 вы купили 220 долларов, 1000 акций, значит 15% из этих акций, ну, приведу нам в примере, миллион, допустим, человек заплатил какие-то деньги, вы заработали вот здесь, если купить миллион, полтора миллиона, то 5000 долларов, да, вы заплатили, клиент заплатил 5000 долларов, вы заработали 750 долларов. Но вы еще заработаете 15% от полтора миллиона, это 225 тысяч акций вы заработаете, и по маркетинг-плану, соответственно. Это очень хорошая новость, я хочу сказать, для всех. Поэтому я ориентирую вас на то, что, дорогие друзья, и почему я даю вам домашнее задание, не до 21-го, потому что это будет же старый Новый год, давайте я зачеркну, а напишу, не до 14-го, а до 21-го. То есть вот 21.01.2015 мы с вами встречаемся, вам домашнее задание. Первое. Рассказать о Skyway от 100 до 300 человек. Зарегистрировать более 50 человек и привлечь инвестиции более 1000 юнитов, то есть более 1000 долларов. Это вам домашнее задание, и тот, кто сделает эти домашние задания, именно это домашнее задание, мы проверим. А мы проверим это, как вы сделаете. Этих людей ожидают просто уникальные сюрпризы, и уникальные возможности. Об этом я расскажу 21-го числа, когда мы сделаем под итог. Потому что я не хочу вам рассказать, что вы получите это, это. Вы увидите, тот, кто сделает, вот возьмите и сделайте это. Потому что, дорогие друзья, если мы сегодня не сделаем в своих странах то, в какой стране живет, и то, в какой стране работает, это национальной мечтой, вот той мечтой, чтобы каждый человек захотел, каждый человек должен сказать, я ладно, я не верю, я не могу сейчас пока профинансировать, но я хочу поддержать компанию, я хочу зарегистрироваться, получить 50 акций в подарок. А когда он начнет изучать, когда он начнет изучать наши вебинары, дорогие друзья, но он найдет 10 долларов, когда он изучит наши 8 правил частного инвестора, он поймет, как сэкономить ему деньги из того, что он зарабатывает, и вложить эти деньги в Skyway. Поэтому, дорогие друзья, я хочу всех вас поздравить. Мы сегодня с 2,5 часа, с наступающим Новым годом. Я хочу вам пожелать самого наилучшего, я хочу вам пожелать на много год поставить самые амбициозные цели. У нас, кстати, 31 числа будет такое поздравление, начиная от Дальнего Востока будем поздравлять, с Новым годом. Такой вот вебинар будет, комната открыта, кто заходит, там зашел, мы там будем поздравлять, там Дальний Восток поздравляем, там Сибирь поздравляем, ну не по всем часовым поясам, но по многим часовым поясам мы будем поздравлять, будем праздновать. Я хочу сказать, давайте настроимся на вот что, потому что многие экономисты предрекают, там в России кризис, и так далее, и так далее, экономический, как вроде бы этого экономического кризиса, в мире нет. Да в Америке такой кризис будет, в Украине такой кризис будет, что мало не покажется. Но, дорогие друзья, Друзья, почему это происходит? Да потому что старая экономика, она летит в трубу, а мы с вами выстраиваем абсолютно новый подход, новую экономическую тенденцию развития общества, и мы с вами имеем наибольшие возможности, самые лучшие возможности предоставить огромному количеству людей самые лучшие выгоды, которые были за всю историю человечества. Потому что таких возможностей никогда не было ни у ваших родителей, прародителей и ваших предков на протяжении тысячи лет. И никогда таких возможностей больше не будет ни у вашего ребенка, ни у вашего сына, ни у вашего внука и правнука. Лишь только вот сейчас вот эти возможности, которые есть, они из-за 31 декабря. А возможность летать совладельцем корневой технологии максимум в течение 18 месяцев. Максимум, дорогие друзья. Поэтому воспользуйтесь сами и объясните это огромному количеству людей. Через 18 месяцев не будет такой возможности. Такое бывает раз в жизни и в истории человечества. Хочу вас всех поздравить с Новым годом, счастья, здоровья, наступающим, успехов. И не буду сегодня отвечать на вопросы, потому что и так 2,5 часа я вам тут мозг, так как говорится, просверлил, да, наверное. Единственное, напишите, пожалуйста, кто из сегодняшнего вебинара для себя взял что-то полезное. Вот если кто-то для себя что-то подчеркнул полезное и узнал нового очень много, напишите, пожалуйста. И у меня большая просьба к Николаю Куцу. Обязательно сделай видео. Может быть, раздели его на две части, чтобы не такое большое было. И выложи обязательно в открытом доступе, чтобы эти вебинары были в открытом доступе у вас. Продолжение следует... Как вам наш город? Отлично! Город Иркутс просто обалденный. Просто прекрасный город. Я представляю, что здесь летом происходит. Вообще, наверное. Сроки проведения... Сроки проведения акции, они, допустим, с 31... с 30 ноября закончатся 13-30 декабря. И после 15 января будут еще вот эти люди, которые, скажем, за этот месяц, допустим, 20 ноября он начал. Значит, по 20 декабря у него была акция. То есть, и нам дадут отчет, и этих людей мы тоже поздравим и тоже перешлем эти акции на счет. Хорошо, дорогие друзья, всего доброго, пока-пока, всем всего самого наилучшего и доброй ночи всем. И давайте Новый год, загадайте как можно больше желаний, чтобы наши все мечты сбылись. А наши мечты, главное, да, в следующем году сертифицировать транспорт Skyway, и чтобы в корневую компанию все акции были проданы, и мы уже начали строительство адресных проектов. Пока-пока.